Сегодня я попытаюсь рассказать очень интересную теме, которой занимался много лет и пару лет назад написал трактат «Финита ля история. Политика культурно-экономическая сингулярность или абсолютный кризис цивилизации». Несколько десятилетий назад некто, писатель, математик Вернан Биндж ввел понятие о технологической сингулярности. Так и называлась у него статья о технологической сингулярности. За основу он взял известный закон Мура, которым констатировал, что число элементов в компьютерных процессорах удваивается каждые 18 месяцев. Мур, посчитав, к чему это может привести, пришел к выводу, что к 2025 году, плюс-минус 5-10 лет, мощность компьютера достигнет величины такой, что она будет соизмерима с мощностью человеческого мозга. Ну, условно, скажем, по количеству операций. И сделал вывод, что вот к этому моменту, к 2025 году, будет создан некий сверхчеловеческий интеллект, искусственный интеллект, который должен преобразить все наше житие бытие на планете. Статья в основном-то касалась именно искусственного интеллекта, его возможностей, что он нам несет и как с ним бороться. И больше ничего интересного в принципе не было в этой статье, но термин технологическая сингулярность прижился, и многие-многие ученые и околоученые, исследователи обсуждали эту проблему. И приходили действительно к выводу, что вот что-то, что-то должно произойти у нас на планете, связанное именно с технологическим прогрессом. Что дальнейшее развитие техники придет к какой-то точке, в которой станет невозможно старое существование не экономики, ну, в частности, в основном-то касалось больше технологий, чем экономики. Новый интерес к проблеме технологической сингулярности, да, кстати, само понятие сингулярности, почему было введено, математическая сингулярность обозначает предел решения какого-то уравнения. То есть, если у нас есть какое-то уравнение, и оно при каких-то значениях, то есть при экстраполяции на бесконечность приводит либо к нулевому решению, либо к бесконечному решению. Наиболее популярное введение понятия сингулярность связано с черными дырами. То есть, говорится, что вот есть некий размер черной дыры, за которой, когда мы попадаем, пропадает наш мир, и вот эта вот ситуация называлась сингулярностью, традиционной сингулярностью. Новый интерес к понятию сингулярности возник лет 10-15 назад, когда практически параллельно несколько исследователей, среди которых наш московский физик, астрофизик Панов, а также Снукс, Коргайц, стали анализировать историю, социальную историю, биологическую историю, вообще историю Земли, и, в частности, анализировать феномен ускорения эволюции. Ну, что феномен ускорения эволюции настолько ясен и понятен эмпирически, что, скажем, какие-то яркие, событийные, важные моменты в истории планеты, они ускоряются. То есть, скажем, на формирование жизни ушло где-то 10 миллиардов лет, да? От формирования первой клетки до аукариот ушло где-то 3 миллиарда лет. И дальше, 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 то есть, они взяли эти события, которые включают именно возникновение жизни, возникновение аукариот, кембрический взрыв, известный. Практически мгновенное по историческим меркам появление многих видов многоплеточных, в частности, позвоночных, появление и пропажа динозавров, появление гоминид, человека. В истории человеческой это неолитская революция, городская революция, осевое время, начало средневековья, промышленная революция, информационная революция. Вот они взяли все эти события, вложили в некую формулу и построили прямую. В данном случае, конечно, изначально это была кривая, но взяв логариотмический масштаб, вот эти все события уложились в довольно такую гладкую, прямую, которая имеет, упирается в ноль где-то в районе 2027 года. И тоже сделали вывод, что вот что-то, что-то должно произойти, поскольку брались точки обычно кризисные какие-то в развитии Земли, то и предположительно, что вот к этому году должен случиться какой-то глобальный кризис. Но, если понимать сингулярность все-таки математически, а не эмпирически вот так вот, что что-то должно случиться, это значит, что сингулярность обозначает только то, что то уравнение, по которому было рассчитано некий процесс, дальше уже не функционирует. То есть, если уравнение указывает на бесконечное решение, или на нулевое некое решение, то просто свидетельствует то, что данное уравнение вот в той точке, в точке сингулярности, больше не применимо. То есть, это не значит, что оно описывает некую катастрофу, а просто нас ждет что-то такое, что уже не будет описываться тем уравнением, которым описывалось на протяжении всей истории Земли и всей истории человечества. Наиболее... Ну, да, хорошо. Снимая свеча. Да, понятно. Наиболее ярко демонстрировано такую характеристику сингулярности исследования Капицы, младшего Капицы, который лет 10 назад тоже исследовал рост народного населения и тоже построил кривую, гипербонический рост народного населения, который указывал, что где-то к 2007 году должна быть некая сингулярность, и рост населения должен перейти к бесконечному. Но седьмой год прошел, ничего не случилось, и кривая плавно перешла в другую. То есть, просто сменился, сменилась закономерность, которая раньше описывалась, до этого года. Так что говорить о некой катастрофе, ну, не имеет никаких оснований. В принципе, что мы можем сказать вообще, что нас ждет в этом году, то есть, судя вот по этому графику? Нас ждет бесконечное ускорение каких-то процессов. То есть, если раньше кризисы или какие-то новации в истории человечества ускалялись, промежуток между ними ускалялся, то вот к 2027 году этот процесс превратится в бесконечный. Скорость бесконечная. Вот это предыстория. Дальше я начинаю то, что мне приходило в голову. Значит, я подумал, что если у нас есть... Я, может, пропустил, а по оси ординат что подкладывается? Здесь время. А, нет, нет, значит, это время, да? Время чего? Время земли, земное время, сжимание планеты. Время события, да? Нет, просто время, просто время. Ну, время процесса, наверное, которого хватило. А, нет, вот у нас, да, нет, вот. Ну, номера революционного... Время, вот там 20-й век. Вот парень, видите, что было 100 лет назад. Что? А, нет, нет, да, вот время, да, 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 это время. 10-10 лет назад. 10-10, то есть это, да, на этом графике я призы. 10-10, это слишком, скорее, ближе к 10-9. Я зеленую. Но в логарифмическом масштабе, если бы это был не логарифмический масштаб, то у нас должна была быть кривая медленно-медленно-медленно-медленно и с 2007-го года уходящая на бесконечность. То есть по-разному. Вот здесь время с двух сторон, там тоже, видите, время, минус время, то есть там тоже какое-то время, время, видимо, процесса, которого нужно было для того, чтобы какая-то революция случилась. То есть сам факт ускорения, если это просто время отложено обычным... Оно здесь, логарифмические масштабы, поэтому превращено в прямую. То есть просто график приведен на логарифмическом масштабе. Если бы откладывали не логарифмический масштаб, то было бы так, события, 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 события... И вот так вот график... То есть они так, события, 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 события... И вот прямая рождала до бесконечности в 2007-м году. То есть промежутки между знаменательными, фиксированными событиями в истории планеты, они постоянно сокращаются. Я обратил свое внимание на проблему экономики. Так, это мы уже сказали. А что, как вы говорите, Капица занимался, что он получил в 2007 году? Он исследовал скорость роста народного населения. Планеты? Планеты, планеты. Естественно, а где же еще? Цицелеков. И выяснил, что рост соответствует гиперболическому закону. И этот гиперболический закон в 2007 году уходил в бесконечность. То есть прогнозировалось, что в 2007 году рост народного населения будет бесконечным. Но это не случилось. То есть это свидетельство о том, и мы даже не заметили это, ухода с этой закономерности. Теперь другая закономерность. Какая? Еще не ясно, потому что слишком маленький промежуток времени. Но рост населения планеты, который брался с самого начала истории цивилизации, сейчас сменился. Был гиперболический, с бесконечной сингулярностью 2007 года, а сейчас другой. И также мы можем говорить, что ускорение эволюции на планете подчиняется гиперболическому закону, который имеет сингулярное решение, уходит на бесконечность в 2027 году. Вот мы должны его дождаться. И там тоже сменится. Как, почему, куда, неизвестно. Перейдем к рассмотрению технологических порядков, почему технологическая сингулярность называется. Хотя технологическая сингулярность была у Винджа, а у Панова, Снукса, уже, скорее всего, сингулярность эволюционных кризисов. Вот так она называется. Потому что она распространяется не только на социуме, не только на технологическую эволюцию, но и на биологическую эволюцию, и предбиологическую эволюцию. Кстати, очень интересно, в кривой Панова с Нукса, сейчас я назад, здесь она не полностью изображена, то есть если ее рисовать гиперболически, то начало появления жизни, получается, выходит за момент вакцентрирования Земли. То есть по расчетам. То есть если взять эту всю кривую и посмотреть, вот если точка... Здесь видно немножко. Если взять точку возникновения Земли, то момент начала жизни будет за. И там есть такая, понимаете, клюшка Панова с Нукса, то есть они искусственно опускали эту кривую, для того, чтобы свести начало возникновения жизни на Земле и самой Земле, но там бы учился и сгиб. Если этот сгиб не делать, то она выходит, и многие в качестве подтверждения неземного возникновения жизни приводят именно эту кривую. Так, посмотрим следующее понятие. Экономическая сингулярность. Я буду рассказывать про экономику на пальцах, совершенно на пальцах. Потому что несколько раз были ко мне претензии такие, что, мол, я придерживаюсь марксистской теории стоимости, трудовой теории стоимости, и марксистских взглядов на экономику, а что есть другие. В данном случае никаких конкретных теоретических взглядов, я пытаюсь избежать, хотя это, конечно, сложно, а анализировать самые-самые общие понятия в экономике, которые понятны, эмпирически понятны. То есть что вообще такое экономика? В самом общем смысле. То есть вот на картине у нас обезьяна, которая доставила банан и его жует. То есть производство и потребление, то есть добыча пищи и потребление пищи было сведено буквально по месту и по времени. Это был один и тот же процесс. С припоявлением человека, припоявлением социума, припоявлением разделения труда и вообще появление орудий, процесс производства и потребления разошелся. То есть у нас отдельно есть производство, даже один человек отдельно производит, скажем, что-то летом, потребляет зимой. Кто-то производит горшки, потребляет пшеницу, которую произвел тот. То есть с появлением социума потребление и производство разошлись. И экономика, экономику нам нужно понимать как способ согласования производства и потребления. То есть мы имеем в самом общем взгляде на экономику огромное количество актов производства, огромное количество актов потребления, разнесенных во времени и в пространстве. и экономика это некий способ, некая форма согласования этих актов производства и потребления. Чтобы произведено было столько, сколько потреблено, а чтобы производилось столько, сколько можно было, а потребление обеспечило новое производство. И сейчас перекидываемся сразу из начала экономического развития, из самого начала понимания вот такого экономика, как разнесения производства и потребления, в будущее. И зададимся вопросом, когда исчезнет экономика? Вот в таком виде сформулированная экономика как способ согласования разнесенных во времени актов производства и потребления. Вот возможно себе представить исчезновение экономики. То есть у нас есть акт производства, есть акт потребления. И если они опять, как до социального мира, совместятся, когда каждому акту производства будет соответствовать один акт потребления, тогда экономика, как механизм совмещения, потеряет всякий смысл. Что для этого нужно? Для этого нужно, прежде всего, скорость производства. Что если мне нужно какой-то продукт, то есть скорость производства должна быть достаточная, чтобы произвести его за промежуток времени, чтобы эта потребность у меня не исчезла. то есть мне нужна рубашка, рубашка должна быть произведена на завтра. Гибкость производства нужна. Если мне на завтра нужна рубашка красная, вот с таким-то воротничком, из такой-то все, то есть это должно быть произведено такое, что нужно. И можно еще дальше перечитать какие-то признаки такого производства. Ну, понятно, что сейчас мы уже подходим к такому производству. Современно роботизированное производство с ЧПУ, с роботами. Я могу единичный продукт произвести буквально на свет, и тем более сейчас еще с 3D-принтерами. Я могу заказать любой продукт в единичном экземпляре, удовлетворить свою потребность. Более того, что с появлением сети уже не важно, где я нахожусь и где находится тут производство. Доставка продукта осуществляется в течение буквально часов из любой точки. Тем более, что производство может быть приближено к массовому поселению. И мы подходим в будущем к той ситуации, когда каждое потребление, акт потребления будет инициировать акт производства того, чего нужно каждому потребителю. И экономика, экономика как таковая, финансовая система, которая призвана согласовывать разнесенные, неучтенные друг с другом акты потребления и производства, превращается в ничто. один товар, один заказ. Полное согласование. Запомним это, перейдем к следующему вполне понятному. Да, кстати, и понятно, что, опять же, вот эта ситуация, вот эта ситуация, когда возможно будет, она не за горами. Где-то вот, опять же, приближается к тому же времени, в котором указано в прямой паноле. То есть, где-то лет 10-15, уже сейчас это возможно, в принципе, технически, и с введением 3D-принтеров, то это станет вообще возможным. Уже сейчас мы можем зайти на сайт и заказать конкретно по продукту, который мы себе захотим. Так, и теперь, значит, переходим к следующему моменту, который тоже нам показывает, что некие экономические реалии приводят нас к уничтожению самой экономики как таковой. Развитие экономики, закономерное развитие экономики, приводит к уничтожению самой этой экономики. Значит, задим себе вопрос, сколько нужно усилий, затратить, чтобы произвести какую-то вещь? Ну, скажем, выкопать яму там, или какое-то действие произвести, да? То есть, ну вот, скажем, на начало производства, на начало экономики, скажем, 4 человека, да? Потом эту вещь производит уже один человек за станком. Можно там долго обсуждать, почему и как, но там есть ответы, что если аккумуляция отложенного труда в станке, там все прочее, но это не важно. Мы знаем точно, что чем дальше мы отходим от начала экономики и приближаемся к современности, для производства одного и того же товара затраты труда уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются. И задаемся вопросом, а вот насколько они могут уменьшаться? Вот где тут предел? То есть, понятно, что это вот вполне явная закономерность, что для производства одного и того же товара требуется все меньше и меньше времени и меньше и меньше затраты. Те минимальные затраты. И мы понимаем, что вот уже сейчас на роботизированном производстве, автоматизированном производстве уже не нужно ни одного человека, да? А вот какой минимальный затраты потребуются для производства товара? Ну, по сути, мы уже об этом говорили. Минимальный, без чего он никак не будет произведен. Это заказ. То есть, достаточно. То есть, если мы экстраполируем вот эту мысль, что уменьшается количество затрат, то минимальным будет заказ. Мы опять переходим к той ситуации, которую мы обсуждали на прошлом этапе, что достаточно заказа, чтобы товар был произведен. Вот этот труд, минимальный труд, который я делаю, то есть, по сути, современный рабочий, который на станке щепова, он нажимает на кнопку на то, чтобы произвести, он уже делает вот этот заказ, но он заказывает еще абстрактный товар. Абстрактное количество товаров, которые дальше поступают на рынок. Но, в принципе, эту кнопку может нажать каждый у нас дома и произвести единичный товар. И при этом еще его чуть-чуть подправив, там, для себя. И чем больше он подправит его, тем больше он труда внесет на то, чтобы сделать какую-то модификацию, тем больше он внесет своих трудовых затрат в экономику. Не, но еще есть трудовые затраты, которые внесены в производство станка, компьютера. Но они уже внесены, они уже накоплены. То есть, мы спрашиваем, вот все это накопление историческое, к чему оно приведет? К тому, что это будет работать, а для того, чтобы... И уже сами станки будут воспроизводить самих себя, то есть, уже не нужно будет воспроизведение... А человеческий труд сведет только к заказу. Теперь мы смотрим еще очень интересное. А зачем туда вообще человек нужен будет, если так вот случится? Если роботы будут сами себя воспроизводить, не поможет ли они в системе перейти в режим, что человек не нужен? Для роботов нет. А для нас-то мы сами себе нужны. То есть, хочешь ты чего-то, делаешь заказ, не хочешь – сиди. Нет, ну просто есть же кошмарное видение будущего, да, в виде там матрицы и других. Нет, ну, в данном случае можно это обсудить отдельно. Теперь обратимся еще к очень интересному срезу экономики. Это к избыточному продукту. Когда мы рисовали, когда рассматривали мы согласование производства и потребления, и когда это рассматривание касается многих лет и тысяч километров между актами производства и потребления, то понятно, что производство всегда должно превосходить потребление, чтобы нормальная экономика работала. Экономика всегда работает с неким избытком. Ну, даже можно вообще на элементарном уровне сказать, что человек всегда производен больше, чем потребляет. То есть, он потенциально. И в экономике всегда стоит задача уничтожения избыточного продукта. Почему? Если избыточный продукт пойдет в потребление, а потребление это касается именно тех производителей, потребления производителей, массового производителя, будет ли это рабочие, крестьяне, рабы. То есть, если избыточный продукт будет ими потребляться, то нарушится баланс, экономический баланс. То есть, они перестанут быть рабочими, рабами или, там, крестьянами. То есть, избыточный продукт должен быть, всегда производится, но он должен всегда изыматься из производства, для того, чтобы баланс между уровнем потребления, скажем, владельцев средств производства, тех, кто работает, сохранялся. Способы, значит, вот всегда есть некий лишний банан, который избыточный продукт, и который должен изыматься из производства. Какие способы изъятия? Мы знаем их, значит, производство принципиально неупотребляемого продукта. Исторически это самый первый способ изъятия. Производство пирамид, производство продуктов роскоши, что-то производится, но не потребляется. Ну, либо удовлетворяет какие-то амбиции владельцев средств производства, но потребление непосредственное в пищу не идет. Следующий способ – это производство средств производства. То есть, когда производятся станки, и сами станки не идут в потребление. Тоже понятный способ уничтожения избыточного продукта. В принципе, если бы не было избыточного продукта, избыточного труда, то никогда бы не смогли появиться станки. То есть, если бы всегда, когда производилось столько, сколько нужно для потребления, для одежды, кров и пищи, то на станке бы не было трудовых ресурсов. То есть, это как бы появление промышленного производства, с одной стороны, и способ уничтожения, и форма связывания избыточного труда. И еще известный способ уничтожения избыточного труда, избыточных продуктов – это войны. В войне уничтожается и избыточный продукт, и избыточные человеческие ресурсы. Интересная ситуация сложилась к концу XIX века, когда большое количество избыточного труда было связано с новых средствами производства. Это связывание было эффективным буквально только на несколько десятилетий. В дальнейшем средства производства стали производить еще больше травмодуктов потребления. То есть, если, скажем, предыдущие этапы производства средств роскоши, они не увеличивали благосостояние трудящихся. То есть, они вообще в стороне где-то были. Но производство средств производства направлено на то, чтобы производить новый продукт потребления. То есть, как бы, станки не могут производить роскошь. Станки должны массово производить средства потребления. И вот именно перепроизводство средств потребления избыточных и вызвали глобальные кризисы перепроизводства в конце 19 века. И товар стал уничтожаться. Но в теме, то есть долго продолжаться это не могло. Потому что уже появился предряд, появились политические партии, появилась борьба за права человека. И просто уничтожать продукты было невозможно. И должен появиться новый способ уничтожения избыточного продукта. Нового связывания избыточного труда. И интересная форма этого связывания это милитаризация. Производство продукта. Массовое производство продукта, которое не только потребляется, не потребляется, но уничтожает самого себя и уничтожает еще другие излишки. То есть массовая милитаризация в начале 20 века связана, именно появилась как форма уничтожения, массовая форма уничтожения избыточного продукта. То есть уничтожается сам средство от уничтожения, уничтожается средство производства, уничтожается лишний ресурс. и это продлилось до середины 20 века. То есть первая и вторая мировая война это формы, защеленные формы, уничтожение избыточного продукта, которое появилось огромное количество в период появления промышленного производства и индустриализации. Но понятно, что после второй мировой войны этот способ опять же не мог работать. Извините, как не мог работать? А третья мировая война, милитаризация, это же... Она была третья мировая война? Так, милитаризация? Нет, она была третья мировая. Конечно, была. Когда? Ну, когда? Когда, это другой вопрос. Нет, она была третья мировая война? Вы говорите, что милитаризация возникла, значит, в 20 веке, да? Ну, как такое ярко выраженное явление, да? Но эта милитаризация продолжалась ярко выраженная. Стоп, стоп, стоп. Вы сорвали следующую фразу? Сорвали следующую фразу. Нет, вы сказали, что она прекратилась. Она не прекратилась. Прекратилась данная форма уничтожения. Я нажимаю следующую кнопку. После Второй мировой войны милитаризация перешла в новый этап. Производство ядерного оружия. Которое характерно тем, что в отличие от танков, само производство ядерного оружия связывало уже огромные ресурсы. И не требовало уничтожения самих ядерных ресурсов. То есть мы можем произвести калашниковых ограниченное количество, без того, чтобы их не уничтожать и производить новые. Вот ядерные ресурсы можно производить, производить, производить. Они связывают огромные ресурсы без самого уничтожения. Более того, что их уничтожать уже нельзя, потому что если бы они были применены, то у исчезла бы сама экономика. То есть само производство ядерного вооружения было экономически целесообразно, связывало огромное количество излишних ресурсов, но при этом не требовалось его уничтожения. А уничтожение уничтожило собой экономику. Более того, на следующем этапе, при возникновении программ «Звездных войн», даже создавать саму систему противоракетной обороны не требовалось, потому что огромное количество ресурсов съедалось самим проектированием. Просто на уровне проектирования. Были связаны огромные человеческие ресурсы, производственные ресурсы. А почему просто в науку не пустить? Там тоже можно огромные... Так вот, в сухом остатке, после вот этого цикла, на котором мы сейчас остановились, это где-то 70-е годы развития науки. То есть все, что мы говорили, сопровождалось ускоренным развитием науки. Наука сама по себе не могла развиваться, если она не шла на пользу экономики. Я нашла на пользу тогда именно как в форме развития начала обычных вооружений, ядерных вооружений и средств связи и телекоммуникации космического вооружения. Параллельно, то есть мы пришли к какому-то этапу, где дальше как бы милитаризация застряла. Мы сейчас знаем, что сейчас, конечно, средства тратятся, но это не является мейстримом, как способ уничтожения избыточного продукта. Вернемся немножко назад. Так. Это текст. Ну, мы успели прочитать. Успели, кто... Милитаризация создана очень техническую основу для перехода к новому постмонтреальному производству, для которого характерно псевдопотребительное связывание избыточного продукта. Переходим к следующей форме связывания избыточного продукта и уничтожения избыточного продукта. Как бы не уничтожался избыточный продукт, но все равно на протяжении истории человечества с развитием экономики двое состояние трудящихся просло. И к 60-70-х годам в цивилизованном мире, я не беру страны третьего мира, но в Европе, в Америке, достигло такого уровня удовлетворения потребностей, уровень благосостояния, что практически все потребности были удовлетворены нормальной и человеческой. То есть, скажем, если раньше стимулом работы человека в 19-м, 17-м или там средние века было хоть как-то удовлетворить свои потребности, хоть пробовать, хоть наесться, хоть чем-то прикрыть форматуру, хоть где-то найти угол, то к 60-70-м годам в Европе практически все в нормальное жилье, все одеты, все сыты. То есть, стимул работы за кусок хлеба или за то, чтобы обеспечить хоть элементарное существование, пропал. И дальнейшее развитие благосостояния привело бы к тому, как раз согласованию вообще экономического уклада. То есть, рабочие, которые должны неквалифицированно что-то делать на заводе, если бы дальше их рост в благосостоянии, и они направляли бы новые средства на повышение квалификации, на повышение образовательного уровня, культурного уровня, то они не смогли бы быть рабочими. То есть, стала проблема, с одной стороны, найти способ стимулирования труда, помимо за кусок хлеба, а с другой стороны, удержать уровень развития трудящихся масс на уровне соответствующей экономики, то есть, соответствующей промышленному производству. То есть, дальнейший рост благосостояния должен быть как-то зафиксирован. За счет чего, да, и более того, что повышение производительности труда непрерывно увеличило количество производимого продукта. И, возвращаясь к предыдущей теме, стоит необходимость уничтожения, связывания избыточного продукта или уменьшения его производства продуктов потребления. Значит, один из способов сокращения рабочего времени. Да, мы знаем, что в 60-70-е годы резко сокращается рабочее время. Там, вообще за 20-й век, переход от 12 к 10, часам к 8 и даже меньше. Сокращается рабочая неделя, но освобождается свободное время. И это освободившееся свободное время было использовано для нового способа связывания избыточного продукта. Возникает индустрия свободного времени. Индустрия свободного времени. Связывание избыточного труда в непроизводительной сфере сервиса и развлечений. То есть, огромное количество людей от производства перемещается в сферу потребления. То есть, высвобождается рабочее время, получается свободное время. И это свободное время связывается, с одной стороны, возникновением индустрии массового спорта, индустрии массовой культуры, индустрии игровой. И огромное количество людей задействованы в этих сферах. Индустрия туризма здоровенная. Все это непроизводительные сферы, в которых связывается избыточный продукт. А с другой стороны, человек, потребляя свое свободное время, вот продукта этих сфер, не увеличивает свой уровень. Он как был, остается, ну так, если, грубо говоря, быдлом, и остается быдлом. Проводя время на мероприятиях массовой культуры, проводя время на стадионах, проводя время на курортах, проводя время в игровых залах. И возникает еще новый способ уничтожения избыточного продукта, это культ потребления. Ротация потребительских товаров. Если раньше, до этого момента, до возникновения индустрии свободного времени и культа потребления, производимый товар, производимые средства потребления накапливались. Ложки, сервизы, мебель передавалась от детей, от родителей детей, потом к внукам, то есть накапливалось какое-то состояние. И это противоречит новым устройствам экономики, когда нужно необходимо уничтожать избыточный продукт, а избыточный продукт выражается уже в массовом производстве средств потребления. И возникает ротация. То есть я купил мобильник, он еще вполне работоспособный, я его выбрасываю через год. Я купил телевизор, через два года я его отменяю. Потребительская стоимость, его сейчас абсолютно остается сохранной. Той же, которая была изначально. Я его выбрасываю. То есть производство идет массовое, но происходит массовое же уничтожение избыточного продукта в самом потреблении, в сфере потребления. Сами потребители уничтожают. То есть принцип остается тот же самый, какой и был в конце 19 века, когда уничтожались избыточные произведенные продукты. Но теперь это делает сам потребитель, еще оставляется в благостном состоянии. То есть, во-первых, тратится свободное время на шопинг. И само потребление этих продуктов не увеличивает, неблагодостояние не увеличивает даже, а еще понижает уровень развития тех, кто потребляет. То есть ротационный способ производства. Потому что они все больше и больше времени на это тратят. Да. То есть это некий способ уничтожения избыточного продукта. То есть характерным экономическим эффектом культа потребления являются массовые свалки, на которых лежат недопотребленные товары. Но человечество пошло еще дальше. Экономические результаты, рационное уничтожение товаров и результаты кризиса перепроизводства 19 века. Отличие лишь в форме постиндустриальной экономики, продукт все же краткосрочно потребляется и уничтожается руками самих же потребителей, которые при этом испытывают уже не потрясение, а неподдельную радость. Ну, взять хотя бы истории с айфонами, да? Ну. Это же ужас. Люди ночью становятся в очередь. Ну, вот километровые. И следует заметить, что накопления как такового уже не происходит. То есть мы ничего не передаем своим детям. Как было раньше. Вот. Возникает еще один новый, очень оригинальный способ потребления вообще без потребления. Купил мобильник первого поколения, купил мобильник второго поколения, купил мобильник третьего поколения. Вот у мобильника третьего поколения сколько каждый из вас использует функций, заложенных в него? Столько, сколько у первого? У меня, по-моему, даже не третьего. У тебя второго? Второго, да. У меня второго. Второго. То есть что у нас происходит? У нас происходит потребление, покупка товара, который вообще не потребляется. То есть на 90% в мобильнике произведено производительного какого-то потребительского товара, который был спроектирован, произведен, приобретен и, минуя потребление, отправился на свалку. То есть вообще без потребления. То есть огромное количество товаров, и при этом мы радостные. То есть это новый способ уничтожения избыточного продукта, функциональная избыточность. Часть товара проектируется, производится, приобретается, и минуя потребление впадает на свалку. В таком остатке, как всегда, очень технический прогресс. Но тут опять же мы упираемся в наш 2027 год. Мы спрашиваем, а куда это дальше двигается, если будет? Дальше мы двигаемся и смотрим, что в мобильнике третьего поколения совмещено уже не один, а два, три, четыре устройства в одном флаконе. Фактически компьютерный. То есть, если нам в эпоху потребления, которая еще не закончилась, нужно было покупать телевизор, магнитофон, то, 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 то мы приобретаем один товар, покупаем уже все практически. И поскольку это компьютер, там внутри, то приближается тот момент, когда для того, чтобы приобрести новую функцию, нам не нужно менять его самоустройство, а меняется только функционал программы. То есть, дальнейшее развитие научно-технического прогресса приводит к тому, что мы получаем универсальный продукт, который не нужно перепроизводить, и функциональность которого меняется без замены этого продукта. То есть, мы приходим к тому, к той функциональной избыточке. И как раз это, можно себе предположить, опять приходит к тому моменту, который мы говорили, и что затраты на производство равны заказу, что еще там у нас было, человеческий труд, да, что полное согласование производства и потребления, и еще мы получаем тот товар, универсальный товар, который, в принципе, у нас есть, и который не требует замены. Есть еще один такой наглядный пример. То есть, мы приходим к тому, что у нас сейчас, в принципе, научно-технически, мы можем уже обеспечить полное согласование производства и потребления без экономики, без экономических механизмов. Технически, это выобразимо. У нас не хватает только социально-экономического, адекватного социально-экономического устройства. И у нас существует огромный избыток производства сейчас. Ну, допустим, сколько сейчас в мире людей держат в руках фотоаппарата? Вот сейчас, в данную секунду, в данный момент, наверное, процентов 5 от общего количества имеющихся фотоаппаратов. Если даже не один, не два. То сейчас произведено столько фотоаппаратов, что они, вот, если бы, допустим, в этом подъезде, вот там вот внизу, просто лежали фотоаппараты у входа. Ты уходишь из дома, тут тебе нужно фотоаппарат, фотографируй, положи. А сколько лежат по этим квартирам, употребляемые, используемые фотоаппараты, раз в полгода? Не раздумываешь, да. То есть сейчас избыточность, и эта избыточность связана именно с тем, что у нас социально-экономическое устройство, согласование различных актов производства и потребления не согласовано. Если бы было максимально согласовано, то есть если мне нужно пользоваться неким товаром тогда, когда мне нужно, ну, скажем, тот же автомобиль, да. То есть если я знаю, что мне нужно, то есть можно посчитать, сколько автомобилей сейчас есть на дороге. Плюс 10% для экстренных случаев, да, и ты смотришь в сети, вот мне нужно сейчас вот здесь сесть автомобиль, я подхожу, вот выбираю этот автомобиль, сажусь, оставляю его там, тот человек смотрит. То есть согласовать, вот технически согласовать использование автомобиля сейчас без частной собственности возможно. Невозможно только социально-экономически это. Ну, здесь связаны понятия собственности, мой автомобиль, престижа, куча-куча-куча-куча вещей, которые мешают. Но технически, технически. Мы приближаемся к тому моменту, когда все это и технически можно будет согласовать, и появится необходимость согласовать это и социально-этически, и политически. То есть и, скорее всего, это необходимость появится, как всегда, в результате кризиса, к которому мы приближаемся. Опять же, тот же глобальный кризис, когда все старые связи рухнут, и придется выстраивать какие-то новые. Так, политический симплярность, пропустим, у нас уже время. Так в общем, у нас так течет, время здесь. Есть, да? Ну, я коротко скажу. То есть, если проанализировать точно так же политическое устройство социума, то можно политическую систему сформулировать так, что у нас есть акт принятия решения и акт реализации решения. И они разнесены во времени. И в истории человечества, скажем, принятие решения построить замок, и приемка результата построенного замка, может быть разнесена на десятки, а то и сотни лет. И поэтому должен быть некий актор, который принимает решение и отвечает за это решение. И понятно, что с развитием техники, с научно-техническим прогрессом, вот эти рамки сужаются постоянно. То есть, между принятием решения и реализацией решения, и даже не столько реализацией, сколько оценки реализации, то есть успешности реализации этого решения, эти сроки сокращаются. И если в времена, когда это были десятки лет, то было понятно, что человек или актор, который принимает решение и отвечает за это решение, должен быть сохраняться на протяжении десяток лет, то это значит только могла быть монархия. Только в монархическом устройстве возможно, чтобы один человек, который принял решение, ответил за него. То при сокращении этих сроков, естественно, меняется и форма организации. Мы можем назначить человека на 10 лет, на 5 лет, на 3 года. Потому что между принятием решения и оценкой результата этого принятия решения, сроки сокращаются. А когда у нас и все политическое устройство сводится к тому, что есть некий механизм делегирования прав на принятие решения, и некий механизм оценки. Если мы подумаем, что делегирование прав принятия решения и оценки с развитием средств коммуникации, с развитием интернета сводится уже буквально не то, что к годам, а может и к месяцам, и оценка результата по современным технологиям может быть произведена даже до постройки, то есть по самому проекту, то уже мы можем прийти к... Ну, здесь такой скользкий момент. Можем прийти к такой ситуации, когда этот актор и вообще не нужен. То есть есть активные акторы, любое количество, которые предлагают раз, два, три, четыре решения, фиолетовая, зеленая, синяя, серая, происходит оценка, и некий результат оценивается сейчас же. То есть вот наличие автоматической системы оценки проектов в принципе и сокращение времени между предложением проекта и оценки уничтожает саму политическую систему. Но здесь скользко. То есть я могу много говорить, но, но, но. Я просто говорю, что есть некий тоже такой момент, который можно оценить как... Человеческая природа здесь не учитывается. Нет, не учитывается. Ну, дело в том, что человеческая природа здесь не учитывается нигде. Можно было, когда говорили, об экономике говорили, а где же человек? Он будет противо тому-то, сему-то. Человеческий фактор всегда соответствовал развитию экономики. То есть были люди, которые крушили станки, были люди, которые внедряли станки. И это обуславливало недостаточную скорость внедрения этих станков. Они не внедрялись слишком быстро, чтобы не было перепроизводства, и не слишком медленно, чтобы все-таки была какая-то эффективность. То есть всегда общество, мораль общества, политические и всякие психологические моменты складываются таким образом, что уравновешиваются какие-то процессы и идет таким образом, каким оно идет. То есть есть в начале 20 века было настолько количество людей, чтобы воевать друг с другом и уничтожать избыточный продукт, а сейчас такого количества людей нет. Что изменилось? Мы что, сильно изменились? Нет, экономическая ситуация изменилась. Теперь уничтожение избыточного продукта идет в самом потреблении. И здесь тоже, конечно, есть некоторые моменты психологические, но они будут все равно согласованы. То есть мы рассматриваем на уровне, с вашей поверхностью, на те закономерности, которые эмпирически нам видны. Здесь нет слайдов о культурной символярности, философской символярности, научной символярности. Культурная символярность можно пояснить тоже очень легко, буквально за несколько минут. Проанализировав развитие культуры, искусства, скажем, ну, хотя бы на протяжении последних пару тысячелетий, или даже последнего тысячелетия, мы заметим ту же закономерность ускорения смены культурных стилей в искусстве. То есть в тот момент, когда функционировал некий стиль, доминировал некий стиль в живописи, в музыке, в архитектуре, тот период сокращается постоянно, и частота смены одного стиля другим увеличивается. Если, скажем, даже можно как-то к культуре, ну, не к искусству, к культуре отнести современную поп-музыку, то в современной стиле живут уже, ну, не года, а даже месяцы. Тоже происходит некое ускорение. И к чему это в конечном итоге приводит? То, что сейчас мы уже не наблюдаем смены стилей, а наблюдаем вот где-то середине 20 века одновременно существование всех стилей сразу. То есть если, скажем, даже в архитектуре раньше готика сменяла, там, скажем, барокко, рококо, неоклассицизм, и как-то вытесняла, даже разрушали предыдущие, то сейчас это все существует, и никому не придет в голову еще некий новый стиль изобретатель. Мы сохраняем все и существуем во всех стилях. И в музыке тоже кто-то пишет в классическом, кто-то пишет в авангарде. То есть все параллельно существуют. В философии практически то же самое. Формируется некий новый постнаучный здравый смысл, постнаучный смысл, когда уже философские стили не сменяют друг друга. И даже сейчас трудно себе представить человека, который скажет, я вот кантианец, вот и все. А я вот гильянец, вот и все. То есть все в достаточной мере кантианцы, гильянцы, и философичность заключается в том, чтобы иметь представление, некое интегральное представление о всей философии. Может быть, развить некое свое слово, сказать, но это с пониманием того, что оно не является новым неким шагом, который должно перечернуть все предыдущее. Как было в истории философии, да? То есть явно Кант, когда он развивал свою философию, он представлял, что он отменяет всю предыдущую. Георгий то же самое. То есть вот сейчас все, что было до меня, я отметаю, и вот истинное последнее. И так, ну и где-то к 20 веку постмодернизм как бы обернулся назад на всю философию, разрушил все, что там было. И после этого мы уже не представляем, что возможно что-то новое, которое отменит все предыдущее. Некое интегральное представление. В науке... Конец только могу рассказать. То есть смысл науки современной, или скажем, 20 века, производстве формальных систем, теории тоже приходит в некий тупик. У нас появляется огромное количество теорий, сложных теорий, которые сложно понять, интерпретировать. И у них есть некий прагматический смысл, по которому можно что-то рассчитать. Ну так же квантовая механика. Можем что-то рассчитать, но больнейше там интерпретировать не можем. И ценностным становится понимание только. Тоже некое интегральное понимание. А вот теоретическая часть вся идет туда. Фактическая часть. То есть как таковая наука, наука именно теоретическая, она уйдет вглубь, в сеть, автоматические просчеты. А у человека останется некое обдумывание. По сути, может, сейчас мы можем сидеть часами интерпретировать квантовую механику, придумывать всякие варианты, но без всякой обращения к нашим интерпретациям по форму, но все рассчитывается и без нас. Вернемся к философии. К философии, к сингулярности, к нашему этому моменту, который вот нас ждет. Что же это такое? Глобальный кризис? Да вроде как бы нет. Хотя может быть и кризис. Но если посмотреть на историю человечества, то я бы сказал, что вот то, что нас ждет через лет 10-15, равносильно событию, которое произошло 2,5 миллиона лет назад, когда появился социум и закончилась биологическая эволюция. Или событию, которое произошло 4 миллиона лет назад, когда появилась жизнь. То есть я бы назвал то, что нас ожидает, смена эволюционного этапа, появление новой эволюционной системы. Попробую пояснить. Вот на примере возьмем биология, биологический этап, биологическая эволюция. Внешне в чем по сути она проявлялась? Оно проявлялась в адаптации биологического организма к среде. Та же история ускорения этой адаптации. То есть если адаптация к среде одноклеточных происходила сотни миллионов лет, миллионы, то адаптация высших млекопитающих в среде уже занимала десятки миллионов лет. А если говорить о поведенческой адаптации, то уже, в принципе, даже во время существования одной особи. То есть мы имеем ту же кривую, которая имеет циркулярное решение к концу биологической эволюции. Бесконечный рост адаптации. Бесконечный. То есть это рост адаптации, который осуществляется уже вот каждую секунду. И вам ничего не напоминает? Я беру, идет дождь, я беру зонтик. Сегодня холодно, я ходил в шум. То есть с животными ничего не произошло. У них адаптация как была, так и осталась. Но сингулярность, адаптационная сингулярность, сингулярность адаптации выродилась в новый уровень, на котором действительно адаптация стала бесконечно быстрой. То есть что такое производство? Что такое социум? Это способ адаптирования человека, мгновенного адаптирования человека к изменениям среды. То есть мы адаптируемся, люди, адаптируемся просто по биологическим меркам. Вообще-то, наверное. Разделись, отделись. То есть животным сказали бы, они так адаптированы, они мгновенно снимают шкуру, как только стало теплее, и опять натягивают шкуры, когда похолодало. Обратимся к появлению жизни. Был протобиологический этап. Протобиологический этап заключался в ускорении синтеза. То есть он начинался с синтеза каких-то сложных органических молекул, и промежутки между появлением все новых и новых форм органических молекул сокращались. Синтез ускорялся, ускорялся, ускорялся. И появился некий момент сингулярности, когда этот синтез должен стать бесконечным, перманентным, как адаптация. Что мы и получили в форме жизни? Клетка. Это механизм перманентного синтеза. И синтеза того, чего непосредственно сейчас нужно. Нужен сейчас белок вот этот, он синтезируется тут же, тот, который нужен. Нужен другой белок, он синтезируется тот, который нужен. То есть мы наблюдаем точно такие же сингулярные моменты при переходе от протобиологического к биологическому этапу сингулярной синтеза, от биологического этапа к социальную этапу сингулярной адаптации. И сейчас мы наблюдаем сингулярность технологическую как переход интеллектуальных новаций. То есть по сути мы можем вот всю цепочку изобретений технологических этапов, которые мы изображали там на той прямой, характеризовательной, интеллектуальной новации и скорость интеллектуальных новаций опять приходит в бесконечности. Даже если мы, скажем, знали в 19, 17, 19, 20 веке авторов изобретений и между этими изобретениями были какие-то промежутки, мы сейчас даже не знаем авторов изобретений, кто изобретает в этих вот в айфонах, что там, в телефонах. То есть это массовый поток изобретений и он все ускаляется и ускаляется. И опять же, и опять же, ничего не произойдет, как ничего не произошло вот на тех этапах, о которых я говорил, а просто интеллектуальные инновации реализуются в неком следующем постсоциумном этапе, как мы не знаем. Ну, точно. Вот как животное может объяснить наше производство и потребление. Вот как он может сформулировать. Оно знает, что... То есть, ну, как бы, если бы оно знало, оно знало, что это бесконечная адаптация. А как? Ну, скажем, кот может знать, что из холодильника появляется вискус. Может знать. Но для него это чудо, это магия. Это магия. А для нас обычное производство. Так вот, для нас некие интеллектуальные инновации, которые будут производиться в постсоциуме, будут той же магией. Мы будем получать. Будем задавать вопросы, и понимать, как кот подошел к холодильнику, постучал, ему вискус выдали. Вот так же, вот на клавишах там вот нажалили, там где-то все, мы будем получать некие... А как это будет? Что? Мы не можем сформулировать. Так же, как на химическом языке, мы не можем понять, что такое биология. Для постбиологии, для протобиологии, для химии, жизнь — это вообще искусственный синтез. Для биологии, постбиология, социум — это искусственная жизнь, искусственное поддержание жизни. И также мы можем говорить в некоторой степени аллегорично, в кавычках, что в постсоциуме это будет искусственный интеллект. Но не в том смысле, что это интеллект наш. То есть точно так же, как абсурдно себе представлять искусственный интеллект, или вот то, что ждет нас постсоциум, тот сверхинтеллект, как что-то связанное с нашим интеллектом. Так же, как, например, вот животные представляли бы сверхживотные. Вот животные представляли. Что такое сверхживотные? Вот это вот сверхбегает, сверх там летает, сверхсильная. А что мы имеем? Ту же обезьяну? Никакого сверхживотного, но сверхвозможности. Они не биологические. Точно так же, как мы можем представить, что в постсоциуме будет сверхумный, там сверх... Нет, там не будет ничего сверхумного. Там будет наш же интеллект. Но что там будет, мы даже себе представить не можем. И что мы можем сказать вот о том нашем грядущем постсингулярном будущем? Прежде всего то, что то, что было в предыдущем уровне, сохраняется и в последующем. То есть, как жизнь, это не химический способ воспроизводства химического синтеза. То есть, есть некий химический синтез, он остался, но жизнь его воспроизводит. Разум воспроизводит жизнь не биологическими формами. Вот. И постсоциум будет воспроизводить наш разум, наши интеллектуальные инновации не интеллектуальный способ, каким мы не знаем. Итак, какие признаки можно уже из силы сказанного выделить? И что, какие характеристики постсоциума, постсоциальной системы? И что с ней будет связаться на переход? Ну, прежде всего, сохранность и стабильность предшествующей системы. Как химия, белки, химический синтез. Никуда не делся с появлением биологии. Биологического синтеза. Биология была надстроена над химией. Когда появился социум, биосфера никуда не делась. Была надстроена над. Животные не исчезли никуда. Но можно сказать, что некий кризис есть, некие проблемы отношения социума с природой есть. Точно так же постсоциум будет надстроен. над нашей системой и не уничтожит человека. Человек не изменится. Точно так же, как, скажем, появление многоклеточных тоже организмов не изменило клетку. И появление социума не изменило природу человека биологическому. Мы остались тем же биологическим. Так вот, наш разум постсоциум не изменится, он останется нашим же разумом. не катастрофичность перехода. То есть, если анализируем предыдущие переходы, то не переход от предбиологической эволюции к биологической, от биологической эволюции к социальной эволюции не сопровождались никакими катастрофами. Да, кризисы определенные были, но эти кризисы не на уровне «ах, все рухнет». Вот сейчас биосфера распадется и вообще весь химический схимтос закончится. То есть, так же представлять, да, у нас кризис будет на нашей планете, но это не тот кризис, что вот рисуют в фторологических фильмах, что вот у нас все рухнет, мы вернемся назад к привитивному натуральному хозяйству. Так, абсолютно включенность элементов предыдущих эволюционных системах функционирования последующих. Биологический, предбиологический синтез включен в жизнь абсолютно. Биологическая функционирование организма абсолютно включена в социум. Так же и наш социум, наша социальная жизнь будет абсолютно включена в следующий постсоциальный этап. Ну и то, что я уже тоже говорил, невозможность формулирования принципов. Мы не можем ничего сказать о нем. В наших терминах, в социальных мы не можем сформулировать, что же это все-таки будет. Ну а что нам делать? Ну, что делали, то и делать, как животные, как жили и жили. Может быть, кому-то из нас повезет быть рученным, стать ручным интеллектом по социуму, как домашние животные, получать свой интеллектуальный риск из холодильников постсоциальных. Но ничего страшного. Так, ну и на этом, наверное, все. У меня просто сразу вопрос есть. Во всем докладе, как бы, мало того, что человека не присутствует, у вас есть какой-то принцип, что все действует на самом деле по какой-то разумной логике. То есть, она не человеческая, конечно. Нет. Здесь нужно заметить самый главный принцип. То, что если современная футурология и многие люди, рассуждающие о будущем, исходят из принципа такого, что сейчас плохо, неправильно, а нужно сделать хорошо. Научный же принцип анализ такой. Пойми, как сейчас, почему сейчас вот так. Правильно, так, как есть. То есть, для того, чтобы рассчитать, куда попадется снаряд, нужно анализировать конкретную точку, где он находится. Понять, почему он так здесь находит, только тогда можно прогнозировать. То есть, я анализирую процесс тот, который есть, эмпирические факты. Я не выдумываю ничего. То есть, есть ускаление научно-технического прогресса? Есть. Есть уменьшение затрат труда? Есть. Есть факты уничтожения измышленного продукта? Есть. То есть, я анализирую внешние данности, которые, если мы можем описать довольно даже, математически. То, что есть другие процессы, связанные с этикой, с этикой, с религией, искусством, они и будут, Но они, как бы, независимы происходят. То есть, кто чему подчиняется, это сложно вопрос. Я не говорю, что нет взаимного влияния, но, скажем, есть некая закономерность, которая вполне объективно описывается просто из наших знаний фактов. И привлекать здесь еще какие-то сторонние ссылаться на природу человека. Мы всегда любим говорить о том, что человек это венец природы, да, и что надо все как бы, ну, какой-то построить шкалу ценностей, учитывая, какой человек. Мотоэтика. В данном случае это не заграбление. И везде. У нас же все как бы нацелено, например, экономика нацелена на то, чтобы удовлетворять потребности человека. То есть, опять же, человек как-то строен в экономику, тем самым, что экономика вроде на него должна работать. А если объективно подходить, то экономика, она самоценна, она работает, вот она однажды... Она работает на самосогласовании. Да. Она однажды заработала, как-то, конечно, для этого потребовались какие-то импульсы, а потом уже работает. экономику входит как элемент. Человек входит как потребитель, то есть, он должен элемент. То есть, скажем так, здесь мы можем просто... Экономика работала бы, как и работала, если бы была некая щель, в которую всасывался бы продукт ее. В той степени, сколько он произойдет. То есть, не важно, человек это или никто, как бы работал. И еще, экономика не может работать без вложения человеческого труда. Поэтому, вот на этом уровне не только следует учитывать, а морально-этические все, они уже подчинены этому. Понятно, и получается, что экономика, это некоторая сама система, она сама разумная, она почти как человек. Да, ну, конечно, это... Это некая как живое целое. Надчеловеческое. Да, надчеловеческое, живое целое. Ну, так это часть человеческой психологии. Я не часть человеческой психологии. Почему? Ну, оставь одного человека со своей психологией никакой экономики не будет. экономика же сама себя регулирует, она ищет какие-то способы, да, двигаться дальше. То есть, она придумывает один способ, он оказывается неудачный, другой более удачный, и так далее. Она пробует варианты, она ищет пути, и так далее. То есть, я устранил все моменты, с моральноутопизмом, с моралью, и с моментами, связанными, а как бы должно быть хорошо и правильно. Ну, скажем, мы можем анализировать развитие биологического мира, вот, и там анализировать, вот, сколько моментов времени прошло между некими биологическими инновациями, токационными, все. если туда пустить моралутописта, вот, он бы заявил тут же, ах, как плохо устроена биологическая сфера, что там волки едят зайцев, он бы тут же написал манифест мирного существования, вот, и, и как правильно, чтобы все были счастливы. Ну, это же не научный подход. То есть, это не наука, то есть, это вообще не подход к анализу, это вообще не анализ. Я не говорю, что это научный подход. Это не касается особо науки, наверное, это на грани философии, просто некого здравого смысла. Но моралутопический элемент здесь исключен напрочь. Анализируйте только вот те факты, которые... Причем, вот, вы-то рассматриваете такой аспект экономики, да, что вот уничтожать продукты, и, как бы, хочется постоянно сказать, ну, это же неразумно, да, давайте... Но это факт! Но это факт! Но это факт! И анализируешь, как было. То есть, кризисы не просто были, были, сжигались, высыпался чай в океан. Было. Война была, уничтожался продукт избыточной формы, уничтожался. Пирамиды строились, строились. То есть, все, что я рассказывал, это все факты, экономические факты. Вот так было устроено. И понятно, почему. И как связано сокращение рабочего времени, высвобождение свободного времени с новыми формами уничтожения избыточного продукта. Вот так оно связано. Нет, просто по-человечески как-то жалко, действительно. Ведь на самом деле так и было. Где-то в Африке там голодают люди, условно говоря. а так строена экономика. То есть, если можно с моральной точки зрения много что сказать. Но точно так же аналогичные процессы при антогенезе в развитии организма часть клеток умирает, погибает именно для того, чтобы он вырос. Происходит отбор некий, то есть, производится клеток гораздо больше и отсев происходит и клетки умирают. То есть, половина, даже больше в мозге половина клеток производящихся во время антогенеза умирает. для отбора. То есть, нормальные процессы. Что же мы будем говорить? Ой, как жалко, клетка, она живая, давайте сделаем так, чтобы они не умирали. Ну и человек умрет. Не человек, а тот организм умрет. Ну и еще самое как бы забавное, что мы все-таки вписаны в общую эволюцию. То есть, все стилисты, что это... Мы хотели считать, что мы последний венец, да, вот уже все, уже на нас и все подчерить, да, как бы дальше никакого движения не будет. То есть, авангард эволюции, тот фронт эволюции, который двигался, вот, дошел до биологической, дошел до социальной. И мы, в принципе, подходим к моменту, когда заканчивается социальная эволюция, и она дальше продолжается, а мы остаемся здесь. Как животные вот остались на своем уровне, они не остались, и мы останемся здесь. А что там дальше? Ну, так а материя этого усложнения, что же движется? Да, но дело в том, что эволюция чего? Структуры. Можно говорить о, наиболее общее, можно говорить о структуре. Живой причем, да? Нет, не живой, то есть просто живой. А она почему-то движется куда-то сама? Нет, живой мы называем конкретно, вот, связанное, скажем, с белковыми процессами. Вот это же мы называем. То есть, социум мы не называем же живой, да, хотя там своя структура, экономическое, вот это все движение, оно гораздо быстрее, чем биологические процессы. Так вот, там будет так быстро происходить процессы, некие между событиями, какие-то связи между событиями. Ну, фактически, можно сказать, что это будет происходить в сети. Что мы не будем даже знать, что там происходит. Это фактически просто некая сложность. Некая сложность там. Мы сейчас уже создали эту сложность, вот интернет уже такая сложность, которая превышает сложность человечества. Там уже все и больше. Но мы еще контролируем как-то. То есть, каждый, вот мы еще имеем вход и выход. И, но в принципе, с развитием облачной технологии, вот, мы потеряем контроль, что-то, мы будем получать некий выход, некий внешний эффект, но что там будет происходить, мы не будем уже контролировать. а там будет... Большой брат будет. Он же сам будет большим братом. Поэтому, ну и как бы сразу возникает вопрос, естественно, сразу говорили о некой темпоральности, да? Потому что вот это вот усложнение, да, упаковка в пространстве. Да, это, то есть, можно сказать так, что субъект эволюции, его темпоральность будет превышать темпоральность человека, и поэтому мы его вообще не сможем наблюдать. Есть вообще, как бы наблюдается, что постоянно некая вот временная сложность, да, она упаковывается, все больше всего. Каждый раз вот это происходит. И вот эти все революции, они именно с этим и связаны. да, да. То есть, распределенная во время и сложность последовательности синтеза была упакована в одну клетку, воспроизводящуюся. Последовательность адаптивных событий на десятки миллионов лет популяции были уложены буквально функционирования мозга человека на промежутке одной жизни. И некие интеллектуальные процессы, которые мы совершаем в производстве, скажем, одной книги или научной работы какой-то в течение многих лет, пяти, десяти лет, в будущем будут уложены в один акт параллельного вычисления. Так уже сейчас можно какие-то книжки уложить уже в несколько там страниц. То есть, это ускорение, то есть, здесь, конечно, это отдельный разговор, перевод все, что я сказал, на темпоральный язык. Это отдельно можно сказать в терминах иерархии темпоральных систем, инволюции сложности, редукции темпоральной сложности в пространственную сложность. То есть, это все можно отдельно говорить. Еще отдельная тема есть, это идентичность структуры вот этих эволюционных уровней. То есть, вот эти эволюционные уровни, три, которые здесь, четыре, да, у них есть очень одинаковая структура. То есть можно видеть одинаковые элементы, взаимоотношения, структуру этих элементов. И самое, что интересно, что экстраполяция перехода от этих элементов на постсингулярный, на постсовственный приводит к тому, что они неназвечимы становятся. Вот для нас, как мы формулируем, все один и тот же элемент получается. Но это отдельная тема, потом и жизнь как-то. Все-таки космический-то разум есть, нет? Получается, что есть, по-вашему? Ну, не человеческий. Ну, да. То, что вот та структура, которая развивается. То есть если у нас он есть, то это, естественно, есть элемент событий на множество всего мира. То есть некий он целиком, естественно, разумный. Он фактически просто воплощается. Да.